Hello, boys and girls! How are you today? What is the weather like today? Look at the window. Is it raining? Is it snowing? Please tell me. Расскажите. Look at Tracy. Tracy is counting. Counting. Считает. Tracy is counting. Look at the exercise one. Let's read together. Давайте почитаем вместе. It's Tuesday. It's Tuesday. Сегодня вторник. Tracy is counting. Tracy is counting. One, two, three, four, five, six. In six days. She is going on holiday. In six days. Через шесть дней. She is going on holiday. Она едет в отпуск. Hooray! Good for you, Tracy! Ура! Как же тебе повезло, Tracy! What are you going to pack? Что же ты спакуешь с собой в чемодан? Давайте посмотрим, повторим и запомним. A jacket. A jacket. A jacket. Курточка. Пиджак. A jacket. A jacket. Сандалс. Сандалс. Как вы думаете, что это такое? Сандалс. Верно. Сандали. Сандалс. 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 Э бикини. Э бикини. Купальник для девочки. Э бикини. Э бикини. Джинс. 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 Похоже на русское слово, которое мы с вами знаем. Джинсы. На самом деле всё наоборот. Это русское слово джинсы пришло к нам из английского джинс. Посмотрите, футболку она тоже с собой спаковала. Ти-ширт. У неё такое необычное название. Ти-ширт. Слово ширт по отдельности. Это рубашка. Ширт. А буковка Ти стоит впереди, чтобы показать, что это рубашка формы как буква Ти. Посмотрите, если разложить футболку, то она станет похожа на букву Ти. Поэтому футболку так и назвали. Ти-ширт. Потренируйтесь и вы. Посмотрите, она положила с собой даже маску. Наверное, Трейси хочет нырять на море. А маск. Трейнерс. 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 Это кеды или кроссовки. Трейнерс. Чтобы легко запомнить это слово, всегда думайте, что для тренировки вам нужны кроссовки. Трейнерс. Трейнерс. Похожие слова. Трейнерс. А теперь приготовьте свои пальчики. Я называю слово, а вы покажите направленную картинку. А. Бигинь. И. Бигинь. И. Бигинь. И. Ти-ширт. А. Ти-ширт. А. Ти-ширт. a mask, a mask, a mask, sandals, 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 jeans, 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 very good. А теперь попробуйте остановить видео на паузу и самостоятельно назвать эти предметы одежды на английском языке. Это одежда Трэйси. Трэйси's clothes. Трэйси's clothes. Это одежда Трэйси. Но это не всё. Люк тоже собирает свой чемодан. Люк's clothes. Люк's clothes. Одежда Люка. Давайте посмотрим. Может быть, вы уже знаете названия некоторых из них. What is it? A T-shirt. A T-shirt. Very good. A T-shirt. Jeans. 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 Trainers. 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 What else does Люк have? Что ещё есть у Люка? Look. A cap. A cap. A cap. Кепка. A cap. Shorts. 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 Jacket. 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 Куртка. Jacket. Very good. Now listen and point. Теперь послушайте и покажите. Shorts. 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 Jacket. A jacket. A jacket. Trainers. T-shirt. 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 A t-shirt. A t-shirt. Обратите, пожалуйста, внимание. Некоторые названия одежды даются впереди с частичкой «э». А некоторые даются словом, у которого в конце есть окончание «с». Как вы думаете, в чём разница? Почему здесь «э» – «нэск», а здесь «джинс»? Самые догадливые из вас, конечно, уже поняли. Когда есть частичка «э», это означает единственное число, один предмет – маска. Она же у нас одна – маска, куртка, купальник. Но некоторые предметы одежды всегда идут по двое. Например, сандалии, кроссовки, джинсы. Они у нас всегда во множественном числе. То же самое происходит и в английском языке, когда множественное число – джинс. У нас в конце слова есть окончание «с». И когда мы хотим рассказать об этом предмете, мы скажем «are». Sandals are yellow. Jeans are blue. Trainers are pink. А когда мы рассказываем об одном предмете, то нам помогает слово «из». Попробуйте, пожалуйста, сказать, какое слово «из» или «are» подойдет, когда мы захотим рассказать о кепке. А теперь посмотрите на шорты. Как вы думаете, какое слово подойдет нам к шортам? «Из» или «are». Шортс are green. Конечно же. Шортс are green. Умнички! Вспомнили? Когда рассказываем про один предмет, говорим «из». Когда говорим о много предметах или о предмете во множественном числе, то говорим «are». Как вы же и увидели, разная одежда может принадлежать девочке, а может принадлежать мальчику. Когда мы рассказываем о её одежде, мы скажем «хё». Её футболка розовая. А когда говорим о мальчике и о его одежде, мы скажем «хиз». Его футболка красная. А теперь, помня всё то, о чём мы только что с вами поговорили, составьте, пожалуйста, шесть предложений о её одежде и о его одежде. Три предложения о ней с помощью слова «her» и три предложения о нём с помощью слова «his». Обратите внимание, вот предмет одежды «из» и его цвет. Давайте попробуем вместе. «Хё». Её. «Хё ти-ширт». Её футболка. «Хё ти-ширт» «из». Какого же цвета её футболка? Смотрим, 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 смотрим. Красного. «Рэд». «Хё ти-ширт» «из» «Рэд». Выберите, пожалуйста, ещё три предмета одежды её и составьте свои предложения. То же самое делаем с его одеждой. «Хи-з кэп». «Хи-з кэп». «Его кепка». «Хи-з кэп из блуу». «Хи-з кэп из блуу». «Его кепка голубая». Напишите свои три предложения о его одежде.